Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рай и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так ребята, сегодня у нас знаете что, сегодня у нас четверг, да, 4 дня я не заходил в игру На то были свои причины, но придется мне теперь за 3 дня оставшихся как-то попадать в лигу мастеров Вот сделаю я это или нет, покажет оставшееся время Ну а пока мы с тобой забираем награды за то, что турнир на 3 звезды, друзья мои, само собой Давай смотреть, так, сюрикены, усаги и дзимбу, золотые осколки и вот самое главное платиновые Так, еще заберем с тобой здесь награду, ну что, друзья мои, само собой никакого буста сегодня не будет Вы понимаете, почему 4 дня прошло, я сейчас не знаю, как я буду вообще здесь играть И до куда мы сегодня дойдем, я думаю, что даже, наверное, до лиги самураев мы не доберемся Кстати, вот давно такого не было, чтобы мы с тобой столько времени пробаклушили, да, и потом уже начали играть Мне даже самому интересно, куда мы сегодня сможем попасть Так, ну что ж, давай смотреть, кто нам здесь достанется Надо же, даже дают 11-11, я думал, 10-10, это будет максималка Но продвижение я даже уже, ребят, предвижу, какое будет Если бы с тобой раньше 100 ступенек пролетали Сейчас, ну даже не знаю, может быть, 80 это в лучшем случае Посмотрим Так, ну понятно, что вначале мы всех, конечно же, будем вырубать Но здесь интересно само продвижение Давай посмотрим Ты серьезно? 60 ступенек, друзья мои, 60 мы пролетели Я в шоке А что тогда дальше будет? Ай, блин Да Я в шоке чуть-чуть, ребята Ну, я, конечно, все, все предполагал Ну, не 60 же ступенек 80, да, но 60 это уже вообще, по-моему, слишком занизили Ой, какие лиги самураев, ребята Мы даже, наверное, на элиту-то не зайдем такими темпами Враги по-прежнему, ребята, здесь слабые в начале Да, я не спорю Но нас интересует не то, что они слабые А нас интересует Господи, 50 ступенек пролетели Как мы сейчас с тобой будем двигаться? Да, я, конечно, в шоке от всего этого Ну, я сам виноват, ребята Четыре дня не играя Ну, были на то причины Я очень был занят И я не только в черепашке Я и на втором своем канале ни во что не играл Вот Так что, ребята, не без сути По-прежнему График мой Рабочий Остался по-прежнему Днем я, как всегда, сплю Ночью Ночью, как всегда, дуркую Тогда задается такой вопрос, да А что ты делаешь ночью Если ты не играешь Гуляй, друзья мои Просто-напросто гуляю По девчонкам Ну и так далее В общем Расслабляюсь, отдыхаю Ну, поверьте Это тоже нужно делать Ничего же время сидеть и дрынкать Надо как-то немножко себя и Развлекать Так, ладно Давай, поехали Не дают мне почему-то здесь 11.12 Пришлось согласиться с условием на 11.11 И поехали Такс Ну, с этими ребятами, я думаю, тоже мы быстренько разберемся Давай, Рафаэль Отлично Огненные торнадо Сам понимаешь Дает о себе знать Ну что же Двигаемся дальше Перейдем, интересно? Нет, не перейдем Да Нет просто, друзья мои, слов у меня На все это Смотрю и думаю Да Как же так ты мог это допустить? Видимо, мог Видимо, мог Вот Друзья и допустил Ну, ладно Ничего страшного Мне просто интересно Мы сможем ли сегодня Действительно Не то, что даже сегодня А вообще до конца недели Продвинуться До Лиги мастеров Это, знаешь, типа Челленджа вот такого Сам для себя Сейчас я Сделал Придумал До конца недели Попасть В Лигу мастеров Три звезды Несмотря на то, что Начал играть с четверга Да У меня долларов не так много, ребята Но зато есть откатов Целая куча 95 штук А знаешь, что самое интересное? Мы с тобой уже сколько боев сделали А я до сих пор Вот Только сейчас дали Четыре персонажа Только сейчас дали Четыре персонажа мне Ну да Ладно, давай Сюрикены запустим Че, так быстро, что ли? Я думал, сейчас будем тут играть Сюрикены Там уже что-то запланировал Так, с 87 позиции Мы попадаем на 44 Получается, ребята С 40 позиций мы Проскакиваем 12-13 Только даю 12-13 Ну и бойцов, как ты видишь Еще по-прежнему Четыре Ну что же Давай сделаем так Минус майки Так, минус Эйприл И массовую Сделаем На дорожку Шикарно Так Погнали тогда дальше 44 Ну неужели Е-мое Ребята В элиту перебрались Посмотри-ка Это уже Во многом говорит Элита Я до элиты раньше доходил По-моему за Пять поединков Даже по-моему меньше Так Мне в комментариях Спросили Про вот Если я не ошибаюсь Про вот этого Шреддера Хорош он Или нет Друзья мои Я вам Как бы вам сказать Особо Много про него Не расскажу Потому что ты видел Что он прокачан у меня Всего лишь до 57 уровня Но я могу тебе сказать Что массовая атака У него довольно неплохая Плюс он идет Как бафер То есть он Бафает себя По-моему Если не ошибаюсь Он себя На отхил И на силу атаки Вроде бы Сейчас могу Конечно Что-нибудь Не то приплести Но если у тебя Есть выбор Брать его Или Или что Или например Донателло Вот этого То я бы Наверное Все-таки взял бы Или Или если у тебя Выбор Между Тем Шреддером И Джастин То я возьму Наверное Шреддера Джастин Друзья мои На сотый уровень У нас прокачан Он как был Ватником Как бы вы меня Его не защищали Как бы вы мне Не рассказывали Насколько он хорош Где он помогает Он помогает Да Он помогает На добивке Но это очень редко Если брать Если брать Как Самодостаточного Одного бойца То есть Чтобы он мог Что-то из себя Показать В соло Он ни о чем Друзья мои Просто ни о чем Хотя он не относится К классу Медиков Или К саппортам К помощникам Он относится К боям Ну К боям К боевикам То есть Ну Боец Это класс бойца Он должен Ребятам Наносить Офигенную Атаку То что у него Есть дебаф Это не говорит Что он дебафер Друзья мои Вообще Это его никак Вообще не оправдывает Если честно Поэтому Мне Джастин Очень не нравится Очень Очень я в нем Разочарован Железноголовый Тоже кажется Блин Такой крутой чувак Да Ребята Ну такой медленный Ну медлительнее его Я не знаю Только наверное Черепаха Пока ты дождешься Чтобы он что-то сделал Какой-то свой удар У тебя уже полкоманды Разнесет Несмотря на то Что он провокатор Провокаторы По идее Ребят Провокаторы Они должны ходить Одними из первых Это их суть И роль в игре Чтобы взять провокацию На себя И соответственно Не допустить Разгрома Более слабых Бойцов У тебя Но С железноголовым Это фигня Абсолютно Не катит Вот Рокзарда Он хоть И не такой Сильный Ребята В провокации Но зато По инициативе Он себя оправдывает Да Действительно На него Можно положиться То есть взять Взять Сделать Новую провокацию Но Проблема В следующем Что его Довольно быстро Разбирают И у провокатора У этого нет Массовой атаки Поэтому Я бы Наверное Вместо Рокзара Все таки Все таки Наверное Прокачивал бы Острозуба Да Это первая Модификация Но Как по мне Как по мне Мне кажется Она Больше себя Оправдывает То есть Он также Провокатор Но У него Наверное Не то что Даже Лучшие Атаки Просто Как провокатор У него Мне кажется Там Больше ХП Чем У Рокзара Хотя У Рокзара Есть И Кровотечение То есть Удар С постепенным Нанесением Урона Но Когда На него Начинает Именно Брыкаться Все А у Провокатора Это Первым Делом И Его Начинает Очень Сильно И Быстро Разбирать То есть Ему Не Достаточно ХП Он Не Такой Жирный А Вот Острозуб Острозуб Ребята Намного Жирнее Как По Мне Вот Он Ребята Острозуб И Как По Мне Он Намного Жирнее Чем Тот же Самый Рокзар Ну Как Всегда Ребята Решать Все Это ваш Как говорится Выбор Я могу Вам Только Лишь Подсказать Кого Стоит Брать Кого Не Стоит Брать Опять Пока Не За Всех Персонажей Я Могу Только Сказать За Проверенных Которые Вот У меня Прокаченные За Тех Я Могу Сказать За Тех Которые У Меня Не Прокаченные Но Открытые Я Могу Тебе Сказать Просто Поверхностно Ну То Скольки Он Поединках Был Как Он Себя Проявил В общем Вот Эту Общую Картину Складываешь И Высказываешь Уже Своё Мнение О нём Так Ну Что Ребята У нас Уже Семидесятники А мы С тобой Даже По моему В лигу Самураев Не добрались Да И смех И грех Тут Ничего Не скажешь Ребята Карейка Например Очень Неплохой Ребят Боец По инициативе Просто Бомба Если брать По хп Она Чуть ли не Один Из самых Ватных Персонажей И очень быстро Разберут Ребят Блин В лигу Самураев Даже Не добрались Я в шоке Вы в курсе Да Что у нас Вышла В релиз Игра Санаби Которую мы Проходили И Не только вам Но и мне Она очень сильно Понравилась Жаль Что мне придётся В неё Начинать Ребята Теперь Всё заново Потому что Ранний доступ Который был До этого Он Вот кстати Ирахзар Друзья мои Вот у него Провокация Есть вот такая Массовая Мощная Атака И вот Кровотечение Поэтому я В основном Пользуюсь Вот такой Атакой Мощной Так вот Ранний доступ Который был На Санаби Я вот сейчас Проверял Он ребята Не активен Придётся Начинать Всё заново То есть Новая игра В релиз Поэтому Вот почему я и говорю Что в последнее время В стиме Если есть игра В раннем доступе Её можно взять И посмотреть Только Реш Посмотреть Первый часок Да И всё Ребята Дальше проходить Нет смысла Потому что Когда она Выходит в релиз Все твои Достижения И всё Что ты там Накопил Оно Улетает Автоматически Ребята Так что Я даже Теперь Не то что Если Какой-то Ранний Есть Релиз Игры То Я беру Состоронних Ребята Каких-то там Я не знаю Сервисов Ресурсов Да Но Не покупаю Её В стиме Я её беру Только уже После того Как действительно Выходит релиз Действительно Я знаю Что она Того стоит Чтобы её проходить Так что Как-то вот так Я даже Почему ребята Сейчас Перестал Проходить Пограничника Потому что Она в раннем Доступе Ребята Вы знаете Да Ну Про девушку Пограничный Охотник Называется Релиз Намечается В этом году Если не ошибаюсь По-моему В декабре Если я всё правильно Повел Поэтому Я сейчас В данный момент Её и не прохожу На втором канале На своём Она у меня Как бы В заморозке Выйдет Полный релиз Я лучше Начну всё Заново Но зато Буду уверен Что Никуда Она не денется Как-то Как-то Вот так Раньше Очень часто Покупал Игры По дешёвке Ребята Потому что Ранний доступ В стиме Ты берёшь По дешёвке Ну как По дешёвке На рублей 100-200 Дешевле Получается Тебе На релизе Она не так Дорого Начинает Стоить Но тем не менее Ты тратишь Своё время Единственное Что проще Да Ты Прошёл Игру До определённого Момента Потом тебе Вежливо Пишут Что ждите Полной Версии Игры На этом Вам спасибо За то что Приняли Там Типа В тестовом Режиме И всё Да Единственное Что ты конечно Будешь знать Что тебе Уже будет ждать На релизе И тебе будет Проще играть Так что Ребят Пока Как-то Вот так Слушай Знаешь Что у нас Блин Ну-ка подожди Дай-ка я Вот так Вот сделаю У нас Всё ребята Арена То уже Закончилась А я В Лигу Самураев Только пошёл Только зашёл Мне вот интересно Знать Если я завтра Зайду в игру Меня скинут С Лиги Самураев Или же Всё-таки Я останусь В ней Такой вот вопрос Интересует Потому что Если мы с тобой Лигу Самураев Проскакиваем До Лиги Сёгонов А с Лиги Сёгонов До Лиги Мастеров То в принципе Мы укладываемся Тютелька в тютельку Да Мы даже До Лиги Самураев Две звезды Не добрались Смех и грех Ну ребят Я не буду тратить Откаты К сожалению 95 штук у нас есть Они пускай Так остаются Пока Всё у нас Под контролем Пойдём Пройдём Серию испытаний Так Серия испытаний Раз Два Три Четыре Пять Поехали Будем здесь Сейчас Бомбить Так Ну что там Зэк Стоишь радостный Ножками Теребульки Будешь Ну на тебе А если Ракетами Блин Не получилось А если Нет Торнадо Жалко мне На него Тратить Давай его Раздавим Просто Вот так Вот Хлоп Хлоп Так И вторая Последняя Заключительная Здесь волна У нас Угу Ну здесь Можно массово Потратить В принципе От нас Не будет Хм Консервная Банка Только одна Упала Это осталось Ты посмотри Причем Постепенного Урона А нет Один только Повесили И то это был Шархан Друзья мои Ну что же Все Мы здесь Прошли Друзья мои Так Заберем с тобой Награду И теперь Нам надо Сразиться Ну как Сразиться У нас сколько Мотогена 24 тысячи Смотрим Донателло 29 Нужно Так Где моя Алапекс Вот она Так Нам нужно Одну куклу Дарума найти Давай-ка Попробуем Ее отыскать Так Куклу мы нашли И Помимо Куклы Нам надо С тобой Еще 8 Отслеживающих Устройств 8 штук Здорово Нам пока Ни одной Не дают Издеваетесь Да Ага Раз Ну и все Походу Делаем Нет Вторая Выпала Третья Четвертая Так У нас Пицца Кончается Так Это Пятая И последняя Ребята Шестая Шесть Устройств Нашли А нам Надо А нам Нужно Еще Два Нам Нужно Еще Два Так Ладно Заберем Здесь награды Друзья Ну что На Донателлу У нас Не получается Поднять Левел Ап Мы тогда Поднимаем Левел Ап Нашей Лисички Шестьдесят Пятый Уровень Шикарно И забираем Остатки Роскоши Так Что у нас Тут Ребята Будет Оу Селение Технодрома Друзья Мои Топите За Кренга Если Кренга Откроете Поверьте Он не хуже Маузеров Или не хуже Даже Армагона Так что Давайте Давайте Пробуйте Открыть его Так Ну что А на сегодня Пожалуй Друзья Я буду Закругляться Завтра У нас Кстати Пятница Завтра У нас Откроется Испытание Как раз Погуляем Еще по Испытаниям Так Здесь я Разберу Здесь я Разберу Ну это Излишки Ребята Чтобы они Тут просто Не путались Под ногами У нас Надо так Сделать Все Вроде бы Да Ну что Друзья Мои На этом Тогда я Буду Закругляться Всем большое Спасибо За просмотр И до новых Скорых Видосиков Удачи вам Удачи вам Удачи вам Удачи вам